Радио «Вера» представляет Святитель Порфирий, архиепископ Гасский, родился в середине IV века в Фессалониках. Родители его были людьми состоятельными, что позволило Порфирию получить хорошее образование. Он рано почувствовал стремление к иноческой жизни и в 25 лет оставил родину. Порфирий отправился в Египет и стал жить под духовным руководством великого отшельника Иоскета преподобного Макария Великого. Через несколько лет он обосновался в Иорданской пустыне. По преданию, во время болезни, когда Порфирий лежал в забытии у подножия Голгофы, ему было видение. Сам Господь сошел с креста и обратился к отшельнику со словами «Приими это древо и храни его». Проснулся Порфирий здоровым, а увиденное вскоре сбылось. Патриарх Иерусалимский рукоположил Порфирия и поставил хранителем честного древа креста Господня. Через несколько лет его выбрали епископом палестинского города Газы. Там по молитвам Порфирия не раз происходили чудеса, спасавшие город от засухи и даровавшие горожанам исцеление. Сегодня Газа – один из самых крупных палестинских городов на западном берегу реки Иордан. Проживают здесь в основном мусульмане, христиан насчитывается не больше двух тысяч человек. Но эта маленькая горстка верных Христу людей хранит память о епископе, управлявшем здешней епархией в V веке и надеется на его заступничество. Святитель Порфирий Гасский, моли Бога о нас. Священный мученик Сергий Воскресенский родился в 1890 году в Московской губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию и с 1920 года служил в родном селе Дьякове в храме Иоанна Предтечи. По соседству были другие села, а теперь районы Москвы Беляева и Чертанова. В 1923 году было принято решение закрыть храм и передать его как памятник архитектуры XVII века в ведение отдела музеев наркомпроса. Власти не прислушались к коллективным письмам местных жителей в защиту церкви. В 1929 году такая же судьба постигла храм в Коломенском, куда перешел служить отец Сергий. В 1932 году отца Сергия и других крестьян, из тех, кто оказался посостоятельнее, арестовали. Отца Сергия и Воскресенского обвинили в антисоветской деятельности. В первое время его держали вместе с сотнями арестованных в концентрационном лагере в Царицыно, а потом перевели в Бутырскую тюрьму. Оттуда священник отправился на строительство Беломоро-Балтийского канала. Лагерных условий священный мученик Сергий не выдержал. Расстрелянных и умерших заключенных Беломорско-Балтийского лагеря закапывали в общих могилах в лесном урочище Сандар-Мох в 19 километрах от Медвежья Горска. Сейчас в лесу обустроен мемориал. На входе камень-валун с надписью «Люди, не убивайте друг друга». Над безымянными захоронениями северные кресты с крышами-голубцами. Где-то здесь покоится и страдавшееся тело отца Сергея Воскресенского, а светлая душа его там, где нет ни печали, ни воздыхания. Священномученик Сергий. Моли Бога о нас. Священномученик Иоанн, епископ Рыльский, в миру Иван Пашин, родился в 1881 году в Минской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, женился и стал священником. В каждом новом приходе, куда направляли Пашина, он первым делом хлопотал об открытии школы. Незадолго до революции супруга отца Иоанна скончалась. В 1923 году он стал епископом Мозорско-Туровским и поселился в городе Петрикове. Власти законодательно не запретили преподавание закона Божия частным порядком. И епископ стал собирать у себя на дому детей, разучивать с ними церковные песнопения и преподавать им закон Божий. В 1926 году последовал первый арест. Епископа ограничили в праве проживания в крупных городах, а вскоре сослали на три года в Зырянский край. С 1929 года епископ Иоанн возглавил Рыльскую кафедру в Курской епархии. В это время в области прокатилось несколько волн крестьянских возмущений, вызванных коллективизацией и раскулачиванием. Владыку обвинили в том, что он создал контрреволюционную церковно-монархическую организацию и в 1932 году арестовали. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагерь в Коми. Сохранились письма епископа Иоанна из лагеря с описанием того крестного пути, который прошли многие новомученики. В 1937 году в лагере дело было вновь открыто, и епископа Иоанна приговорили к расстрелу. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Эти слова апостола Павла побуждают верующих в России бережно хранить память о новомучениках, пострадавших в годы гонений на веру в XX веке. Один из пастырей, жизнь свою положивших за церковь, епископ Рыльский Иван Дмитриевич Пашин. Священно-мученик Иоанн, моли Бога о нас. Преподобная мученица Анна в миру Мария Благовещенская родилась в 1898 году в Ярославской губернии. Она закончила гимназию и шесть лет преподавала в ней. В 1922 году Мария поселилась в Захарьевской сестринской общине при Павло-Обнорском монастыре. Окормлял общину известный духовный авторитет того времени архимандрит Никон Челков. Он также был известен как духовник императрицы Марии Федоровны. Впоследствии Мария приняла монашеский постриг с именем Анна. В то время община числилась в официальных документах как сельскохозяйственная коммуна имени Крупской. Но от властей нельзя было скрыть истинную цель общины. В 1931 году часть сестер, в том числе монахиня Анна, были арестованы. Коллегия ОГПУ приговорила 13 членов общины к разным срокам. Анну отправили на три года в лагерь. Вернувшись из заключения, она устроилась псаломщицей в храме в селе Рыбинского района Ярославской области. В 1937 году ее арестовали еще раз. Через Анну следствие пыталось выйти на архимандрита Никона Челкова, но монахиня не дала против него показаний. Тройка приговорила ее к расстрелу. В годы гонений на церковь в Спасском храме села Кукобой, одном из самых красивых в Ярославской области, в подвале располагалась тюрьма. Ее узниками были в основном православные христиане, обвиненные в контрреволюционной деятельности. Томилась здесь в заключении и Анна Благовещенская. Сейчас Спасская церковь вновь ожила. В день памяти монахини прихожане совершают молебен перед ее иконой. Преподобна мученица Анна. Моли Бога о нас.